Здравствуйте! В эфире программа День города. С вами Анна Герцовская. Мои коллеги, репортеры телекомпании «Город» приготовили для вас новости нашего региона. И сейчас коротко о главном. Должен быть, но его нет. Город-призрак, обманутые дольщики, Экополис. Скоро все, что связано с этой проблемой, обрастет крылатыми выражениями. Горячая точка, связующее звено. Все это дежурная часть полиции. Куда вы попадаете, набирая номер 02. И администрация города накормила домашних животных. Ситуация с обманутыми дольщиками, которые вложили средства в строящиеся дома в жилом комплексе «Экополис» продолжается. Планировалось, что жилые объекты будут введены в эксплуатацию в марте-апреле этого года. Однако ни один дом пока не построен. Представители компании-застройщика обещали начать работы в декабре прошлого года. Однако ВОЗ и ныне там. Что происходит на месте стройки, выяснял Валерий Седов. Программа «Доступное жилье» обещает квартиры многодетным семьям. Реклама комплекса «Экополис» сулила дома под ключ. К тому же не без помощи субсидий от государства. Самые первые договоры были заключены в 2015 году. Но в июне 2016-го застройщик предложил перенести сроки сдачи объекта. Почему я, как говорится, обратила внимание на эту программу? Потому что, во-первых, она доступна для бюджетников и для молодых семей. И дело в том, что обещали, что квартиры будут сдавать полностью отремонтированную. То есть забирай ключи, открывай, и можно жить. Мы участвовали в этой программе тоже как многодетная семья в этой федеральной программе. Это для нас было гарантом. Какой-то гарантом, надежностью. 40% от суммы квартиры составляет материнский капитал, который выдал пенсионный фонд. Теперь эти деньги тяжелыми кирпичами лежат на строительной площадке. Кирпич лежит уже здесь 9 месяцев. И неизвестно, станет ли он частью дома когда-нибудь. Была направлена даже жалоба в АБЭП для проведения проверки нецелевого использования денежных средств. Но даже обычная налоговая проверка не была проведена. Поэтому до сих пор неизвестно, на что было потрачено 54 миллиона рублей. В настоящее время, с того момента, прошло 4 месяца. Заявление до сих пор лежит у следователя советского округа. И оставлено без должного внимания. Надо, чтобы местные региональные органы тогда гаранты выступали в каком отношении. Если не идет, если вот такие случаи, просто тогда они обязаны выделять жилье обманутым дольщикам. По документам, дом должен быть введен в эксплуатацию не позднее 1 июля 2016 года. А срок сдачи жильцам в конце марта 2017 года. На эти поля через несколько дней должны заселяться люди. Начальник строительного участка тоже на стороне дольщиков. Меня учили строить, я знаю, как строить. Но нет денег, нет команды свыше. А мне не на что строить. И ни один каменщик бесплатно действительно работать не будет. Техника нужна. Что-то нас зависит, мы делаем здесь. Неделю назад дольщики написали в правительство Российской Федерации, министру строительного комплекса Российской Федерации и заместителю генерального директора агентства ипотечного жилищного кредитования. Ответа пока не поступало. 27 марта в нашем городе, как и во всей стране, состоялись торжественные мероприятия, посвященные Дню войск Национальной Гвардии Российской Федерации. Напомним, что создана Нацгвардия была всего лишь год назад, так что этот праздник стал первым для ее сотрудников. В руководстве сотрудники Росгвардии Рязанской области вместе с ветеранами служб на аллее героев новогражданского кладбища провели митинг памяти погибших боевых товарищей, возложили венки и цветы к местам захоронения. После праздничное мероприятие продолжилось в музыкальном театре. Сегодня в этом зале чествуют тех, кто выбрал главным делом своей жизни защиту государства и граждан от преступных посягательств и угрозы безопасности. Национальная гвардия Российской Федерации была создана всего лишь год назад, однако именно ее можно считать историческим преемником внутренней стражи, первый корпус, который был сформирован еще Петром Великим 27 марта 1811 года. Так что уже более 200 лет данные войсковые подразделения стоят на страже государственных и общественных интересов, а также являются важной составляющей российской правоохранительной системы. История помнит немало примеров, свидетельствующих о мужестве, героизме и отваге. 1812 год. Батальоны внутренней стражи одними из первых вступили в бой с авангардом наполеоновской армии. Героическое участие войск НКВД в гражданской отечественной войне. Ликвидации последствий Чернобыльской АЭС. Горячие точки Советского Союза и Российской Федерации. На сегодняшний день основными задачами Росгвардии является борьба с терроризмом, экстремизмом, охрана особо важных государственных объектов, обеспечение чрезвычайного и военного положения. В ее состав вошли подразделения внутренних войск, СОБР, ОМОН, а также вневедомственная охрана. Продолжая славные боевые традиции своих предшественников, поколение сотрудников и военнослужащих отдела войск НКВД по Рязанской области с честью выполняют служебный долг и вносят свой вклад в обеспечение законности и правопорядка на территории Рязанской области. Яркий пример тому выполнение служебного долга на Северном Кавказе, где наши земляки в тяжелейших условиях демонстрируют высокий профессионализм, отличную выучку, проявляют самоотверженность и героизм, порой ценой собственной жизни. Поздравил сотрудников Росгвардии временно исполняющие обязанности губернатора Рязанской области. От вашей работы во многом зависит спокойствие людей, их уверенность в том, что государство надежно защищает их жизнь, обеспечивает безопасность семьи, детей, а значит и их будущее. Я уверен, что ваши глубокие знания, ответственность и личное мужество позволят вам и впредь выполнять поставленные задачи на высоком уровне, что будет способствовать сохранению прежде всего социально-политической стабильности в нашем регионе. Я желаю всем вам крепкого здоровья, мира и добра. А вашим родным и близким желаю, чтобы бойцы, воины возвращались домой живыми и здоровыми. С праздником вас! Наиболее отличившимся в службе сотрудникам Росгвардии Рязанской области вручили ведомственные награды, ценные подарки и поощрения от правительства области и городской администрации. Теплые слова и поздравления прозвучали в адрес ветеранов служб. Собравшиеся почтили память павших сотрудников минутой молчания, ну а после все были приглашены на праздничный концерт. 28 марта неофициально считается днем образования дежурных частей МВД, сотрудники которых не сидят в засаде, но от их слаженных действий зависит жизнь и безопасность граждан. Каждый человек знает, что за помощью всегда можно обратиться в полицию по телефону 02. Наша съемочная группа побывала на посту номер один в дежурной части при управлении МВД России Рязанской области. Театр начинается с вешалки, а отдел полиции с дежурной части, которую смело можно назвать «горячей точкой». Ведь именно сюда мы и попадаем, набирая в самых сложных жизненных ситуациях 02. Мы сейчас к вам проедем, ждите. На обработку одного звонка уходит от 30 секунд до полутора минут в зависимости от объема информации и ситуации, о которой идет речь. Получив тревожное сообщение, дежурный молниеносно должен среагировать на сигнал и послать ближайший наряд к месту преступления. Обычно за день в главную дежурную часть города поступает порядка 400 звонков. Большая их часть – сообщения о правонарушениях и происшествиях. Но есть люди, которые обращаются в полицию за консультацией. Как поступить в тех или иных жизненных ситуациях? Каким образом сотрудники полиции могут им помочь? Или с просьбой предоставить информацию, куда обратиться в тех или иных случаях? Данная информация всегда предоставляется. Очень много справочной информации сотрудники наши передают людям. О происшествиях сотрудники главной дежурной части узнают не только благодаря звонкам потерпевших, но и видеоизображениям, которые поступают на специальные мониторы с камер, расположенных по всей Рязани. Данная система получила название «Безопасный город». Она предназначена для мониторинга оперативной ситуации на территории города Рязани. Сотрудники также отслеживают по данным мониторам возможные какие-то конфликты. Если такие конфликты замечены, непосредственно идет информирование постовых и нарядов, которые находятся в составе единой дислокации, для немедленного реагирования. Данная система в том числе помогает работе смежных структур. На площади Ленина произошло ДТП. Автомобиль «Форфокус» черного цвета скрылся с места, поехал в направлении площади Соборная. Принимаем меры к розыску и задержанию данного автомобиля. Через считанные минуты на площади Соборной появляется машина ДПС и виновник аварии задерживается. Вот пример того, как работает система «Безопасный город». Все записи, сделанные с помощью этой системы, сохраняются и впоследствии могут быть использованы в работе оперативных спецслужб. Также благодаря трансляции изображения с камер, работающих на железнодорожных и автовокзалах, происходит поиск лиц, находящихся в розыске. Именно поэтому дежурные части считаются связующим звеном всех подразделений УВД. Ведь именно от их профессионализма и слаженной работы зависит скорость раскрытия преступлений, своевременное задержание правонарушителей, здоровье потерпевших, а иногда и их жизнь. В конце лета прошлого года наша телекомпания показывала сюжеты деревни Шевердиновка, которая расположена в 15 километрах от Рязани. Ее жители находятся буквально в западне. Единственная дорога, связывающая деревню с цивилизацией, на протяжении 4 километров непригодна для проезда гражданских автомобилей и спецтранспорта. По ней даже тяжело ходить. После обращения нашей телекомпании в областную прокуратуру на проблему жителей Шевердиновки, наконец, обратили внимание. Наша съемочная группа отправилась в Шевердиновку в прошлом августе, в сухую, жаркую погоду. И столкнулись мы с тем, что по грунтовой дороге, которая, что называется, в списках, не значится, никому не принадлежит, и, следовательно, ее состояние никого, кроме местных жителей, не волнует. В разбитом настолько состоянии, что пройти или проехать по ней – настоящее испытание. Проезда в деревню никогда не было. Было, как проедешь там, все, сейчас чуть дождик, все уже, по передней прибыли на Калини я не могу проехать. Дорог нет у нас. Ни туда, ни сюда, никуда. Ни на чем не проехать. И не пройти даже. На электричку идешь прям. Сейчас вот опахали. Тут травка была у нас, не пахали ее. Ходили по травке. Дождь прошел, хуже ползком ползи. Полная изоляция, с трех сторон поля к пожарному пруду дорога перепахана и единственный заезд с федеральной трассы вот в таком состоянии, даже в сухую погоду, что говорить о ненастье. Естественно, жители Шевердиновки забили тревогу и обратились в нашу телекомпанию с просьбой помочь. Помимо серии репортажей, наш коллектив обратился с открытым письмом в прокуратуру области. И дело, наконец, двинулось с мертвой точки. Прокуратура области была организована проверка по факту телесюжета на телеканале «Город» об отсутствии дорожного сообщения из деревни Шевердиновка Рязанского района. В этой связи прокуратуру области было дано поручение о проведении проверки прокурора Рязанского района. По результатам проверки прокурором Рязанского района 25 октября 2016 года в Рязанский районный суд было направлено административное исковое заявление к Министерству транспорта и автомобильных дорог Рязанской области об обязании ответчика направить предложение в правительство Рязанской области о включении автомобильной дороги, подходящей к деревне Шевердиновка, в перечне автомобильных дорог общего пользования и межмуниципального значения Рязанской области. Теперь решением суда дорога внесена в список муниципальных дорог общественного пользования. И это, надеемся, послужит началом приведения участка в должное состояние. Мы продолжим следить за развитием ситуации. Смотрите во второй части выпуска. «Я кошка, хожу, где вздумается и гуляю сама по себе». Рязанским защитникам бездомных животных администрация города оказывает поддержку. Плесень бывает полезной, если она на сыре. О том, как развиваются рязанские сыроварни. И поющие доктора. В Рязани начался фестиваль искусств студентов, медиков и медицинских работников. После удачно наступившей весны, когда, казалось бы, зима осталась за спиной, на город вновь обрушился снег. Аномальное тепло, сухость и пыль сменились влажностью и большим количеством осадков. 28 марта снег вовсе смешался с дождем. Казалось, что на город обрушился микроград. Все это сопровождалось сильными порывами ветра, что доставило массу неудобств рязанцам. Капризы природы будут продолжаться как минимум неделю. Так что гражданам нужно запастись терпением и горячим чаем для того, чтобы пережить последние бесполезные попытки зимы вернуть себе лидерство. Однако эксперты утверждают, что подобного рода резкая смена погоды может отрицательно повлиять на самочувствие метеозависимых людей. Особенно тяжело придется тем, кто страдает заболеваниями сердечно-сосудистой системы, а также перенесшим инфаркты или инсульты. Будьте внимательны к любым сигналам вашего организма, а также берегите себя и своих близких. Проблема бездомных животных по-прежнему невероятно остро стоит в нашем городе. К счастью, с каждым годом становится все больше неравнодушных людей, готовых приютить на время или навсегда обездоленных собак и кошек. 27 марта волонтерам, оказывающим активную поддержку городской службе по контролю за безнадзорными животными, передали корм для содержания своих собственных питомцев и тех, которые сейчас находятся на временной передержке. Помощь активистам за регулярный вклад в работу муниципальной службы – одно из мероприятий общей концепции по регулированию численности бездомных животных в Рязани, утвержденный главой администрации города Олегом Булековым. На сегодняшний день у меня дом проживает 20 кошек. Три инвалида. Одна кошечка с одним глазом, два котенка есть без двух глаз, и из-под машины вытащила котенка, которую даст рослить ребра неправильно. Именно благодаря таким людям бездомные животные находят свой дом, получают шанс пережить холода и не умереть от голода. Руководитель городской службы по контролю за безнадзорными животными Марина Селезнева называет этих людей внештатными сотрудниками службы. Ведь именно они берут животных на временную передержку к себе в дом, выхаживают их, лечат и зачастую оставляют жить у себя. Однако и самим волонтерам необходима помощь, ведь лечение и содержание животных требуют немалых материальных затрат. Сегодня мы передаем корм для волонтеров, для людей, которые занимаются бездомными животными, которые помогают нам. Мы стараемся поддерживать таких людей, потому что все прекрасно понимают, что в условиях муниципальных учреждений, частных приютов все равно есть животные, которые необходимы в домашние условия, все равно есть кошки, которых у нас в городе пока, к сожалению, девать некуда. И таким людям мы стараемся помочь. Восьми волонтерам передали более 150 килограммов корма для содержания собственных животных, а также взятых на временную передержку из муниципальной службы в качестве поощрения за активное содействие. Благодаря поддержке с администрации у меня есть возможность содержать кошек, которых уж подбросили, в хорошем состоянии, чтобы они были сыты, накормлены. И большая просьба к рязанцам, люди, будьте людьми, не подбрасывайте в другие дома маленьких котят. По словам Марины Селезневой, передача корма для питомцев-активистов службы проводится регулярно. Возможным это становится благодаря поддержке администрации, организации различных благотворительных акций. В числе прочих в этом году по инициативе управления инвестиционной политики, развития малого бизнеса и потребительского рынка стартовал проект «Полная миска». На площадках крупнейших торговых центров и гипермаркетов Рязани были размещены специальные корзины, где все желающие могли оставить корм и товары для бездомных животных. 28 марта французы отмечают один из самых любимых гастрономических праздников – Национальный день сыра. Этот продукт там является предметом всенародной гордости. А по объемам его потребления Франция занимает первое место в мире. С введением продовольственного эмбарго жители нашей страны остались без европейского сыра. Но этот же факт сыграл на руку местным фермерам. Теперь это направление развивается. Марина Комиссарова посетила Рязанскую сыроварню. Недаром говорят, что во Франции производят столько сыров, сколько дней в году. Хотя по некоторым данным, сегодня их существует гораздо больше. Сыр – это живой организм. С его рецептурой можно играть бесконечно. И поэтому, допустим, сыр выдерживается несколько месяцев, у него один вкус. Он полежал еще полмесяца, у него другой вкус. Это уже по-другому даже названию у него будет. И в настоящее время, конечно, существует около 4000 видов, наверное, сыров во всем мире. Без сыра не обходится ни один французский завтрак, обед или ужин. К столу принято подавать отдельное блюдо с сырным ассорти, где вполне гармонично друг с другом соседствует сыр с плесенью, мягкие и твердые сорта. Наслаждаются этой изысканной закуской, согласно этикету, после основного блюда или перед десертом. Конечно, сыр с голубой плесенью каждый день кушать не будешь на завтрак, правильно? Но побаловать себя хочется. Король сыров, наверное, опять же, это адыгейский сыр, это на каждый день. У него, то есть, прям его берут по многу, скажем так. И сливочный сыр Тавуш, это полутвердый сыр, и является сливочным, от четырех месяцев у него выдержка идет. В честь праздника многие рестораны предлагают гостям комплексное меню из 7-8 разновидностей сыра всего за 1 евро. А для самых пытливых гурманов этот день еще и замечательная возможность выведать сокровенные секреты приготовления самых изысканных сыров. То есть, есть выдержка от двух лет, то есть, они уже с плесенью, конечно, голландские, горочие, брынза, которая в Ростоле два года выдерживается. Ну и более классические варианты – это качета, чеддер, стмин, вот та же качета, то есть, можно опять же играть с рецептурой. У них выдержка от 7 до 10 месяцев. Сыр Бри называют королем сыров или сыром королей. Его родиной является небольшой городок Мо, находящийся в регионе Иль-де-Франс. Это мягкий сыр из непастеризованного коровьего молока, покрытый бархатистой белой плесенью с легким ароматом лесных орехов. Бри – один из древнейших сортов сыра во Франции, однако точную дату начала производства сегодня никто не назовет. Отправной принято считать слова Карла Великого, который, попробовав в 774 году сыр Бри, сказал, «Я только что испробовал одно из самых изысканных блюд». «С голубой плесенью, как бы у него выдержка идет 7 месяцев, в камерах они хранятся, но так же, что и Бри, они хранятся по температуре плюс 8, плюс 10 градусов. Ну, заражаются они вот друг от друга, то есть, если этот, он как-то у него идет плесень не больше, то Бри, он у него только внутри. То есть, с верху он покрашен специальной ладоциной краской, то есть, она, в принципе, съедобная, но, опять же, на любителя». Бри всегда считался сыром королей. Большими любителями этого сорта были королева Марго и Генрих IV. Графиня Шампанская имела обыкновение присылать сыр Бри в дар Филиппу Августу. А парижанин Шарль Орлеанский баловал своих возлюбленных дам сырными подарками, неизменно добавляя приписку. «О, мое нежное сердце, я посылаю вам выбранный с любовью этот вкуснейший Бри де Мо». Сыр Рокфор романтичные французы зовут «Рожденным любовью». Занимаются его производством во французско-исторической провинции Руэрк. Бытует легенда о молодом пастухе Пашемовец на горе Камбалу близ деревни Рокфор. В один прекрасный день юноша увидел молодую девушку с соседней фермы. Пораженный открывшейся ему красотой, страстный пастух устремился вслед за юной девой, в попыхах обронив свой обед, буханку хлеба и сырную головку, в пещерный грот. Догнал он девушку или нет, история умалчивает, однако говорит о другом. Через несколько дней юноша вернулся в пещеру и обнаружил, что оставленный им сыр покрылся голубоватой зеленой плесенью. Рискнув попробовать заплесневевший сыр, пастух был удивлен тем, насколько вкуснее и богаче стал вкус сыра. С тех пор Рокфор созревает в известковых гротах и пещерах. Именно при таких условиях внутри головки сыра через 3-9 месяцев появляется благородная голубая плесень. Производимые в небольших количествах, ставшие редкостью местные французские сыры можно найти только в деревенских лавках производителей или в ресторанах для гурманов. А десятки сортов сыра вовсе перестали существовать. Вот почему нынешний национальный день сыра во Франции – это прежде всего акция в защиту традиционного, изготавливаемого из сырого молока продукта. Рязанские домашние микрофермы вполне могут составить конкуренцию подобным эксклюзивным выпускам сыров в закромах Франции. В Рязанском государственном медицинском университете идет активная студенческая жизнь. На постоянной основе проходят соревнования по различным видам спорта – от плавания до дзюдо. Много мероприятий проводятся, которые касаются и научной сферы. Студенты участвуют в конференциях, изучают новое оборудование, обмениваются опытом. Каждый день будущих медиков насыщен свежими событиями. Не обходят стороной медицинские вузы и творческое направление. 27 марта в Рязанском государственном медицинском университете начался фестиваль искусств студентов-медиков и медицинских работников. Он продлится до пятницы и завершится субботним галоконцертом. На открытии побывала наша съемочная группа. Фестиваль искусств проходит уже 12-й раз в различных городах, и второй раз он возвращается в Рязань. Одна из причин, возможно, в том, что за прошедшие пять лет творческая команда Рязанского государственного медицинского университета трижды занимала в фестивале призовые места и дважды становилась победителем. В этом году практически самое большое представление за всю его историю. У нас около 40 регионов Российской Федерации. У нас только медицинских вузов 27, средние специально образовательные учреждения, колледжи медицинские. Практическое здравоохранение очень богато представлено. Всего более 800 участников. Это вот те предварительные данные, которые есть сейчас. Думаю, что будет больше, потому что подъезжают. Программа фестиваля обширная. Для всех участников это возможность показать таланты и мастерство, многому научиться. Фестиваль способствует раскрытию культурного и профессионального потенциала студентов и вузов в целом. Именно так говорили приглашенные гости на открытии фестиваля. Уважаемые участники и гости фестиваля, от имени комитета Совета Федерации по социальной политике я от себя лично приветствую вас и поздравляю с открытием 12-го Всероссийского фестиваля искусств студентов-медиков и медицинских работников. Этот день студенты посвятили знакомству друг с другом. Для того, чтобы приглашенные из других городов гости смогли больше узнать о Рязани, им показали фильм о городе. Перед собравшимися выступили представители рязанской команды. Профессия врача является одной из самых востребованных в мире и в нашей стране серьезно относится к подготовке специалистов. Рязанский медицинский университет, например, оснащен по последнему слову техники. Будущие доктора проходят практику в лучших лечебных учреждениях региона. Однако во многом успех специалистов зависит и от их творческого подхода к работе. Не может быть человек хорошим специалистом, ни врачом, ни средним медработником, если он не творческая личность. Потому что какую специальность в нашей медицине не возьми, везде нужно творчество. Что хирургу, что ременологу, что лаборанту. По любой специальности. И ни одна не может быть медицинской сестра хорошим душевным человеком, если она в душе не творится. Главная программа фестиваля включает в себя конкурсы в номинациях. Вокал, вокальные и вокально-инструментальные ансамбли, инструментальный конкурс, танцевальный конкурс, театральный конкурс, журналистика, конкурс оригинального жанра. Высокий уровень фестиваля подтверждается достижениями лауреатов разных лет на крупнейших всероссийских и международных конкурсах. Так, чемпионами мира и двукратными чемпионами Европы по латиноамериканскому секвею среди профессионалов WDC стала медицинская пара из Твери. Оксана Васильева и Арсена Гамалян – двукратные победители наших фестивалей. Так что за самый заветный приз для своего вуза поборются не только любители, но и профессионалы. Победителю фестиваля достанется переходящий кубок Совета ректоров медицинских и фармацевтических вузов России, вручаемый победителю в общекомандном зачете. На данный момент это все новости. Следите за событиями на нашем сайте и официальных группах в соцсетях. Удачи вам и хорошего настроения. До свидания. Программа «Доступные ипотеки» от компании «Зеленый сад» и ПАО ВТБ-24. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова